Факторы производства Что-то материальное, например, некий завод или некое небольшое производство производит консервы. Вот он вполне себе такой материальный вещь консервы. Человек купил, потом эти консервы покушал. А нематериальные блага это какие? Ну то, что нематериально, это, как правило, все услуги. Например, услуги юристов, которые вас что-то там проконсультируют. Вы пришли, заплатили ему денежку на его юридическое производство, и вот он вам что-то там разъяснил. По поводу законодательства в чем-то помог. Он оказал вам услугу. То есть он является производителем нематериальных благ. Итак, производство это у нас хозяйственная какая-то деятельность. Там что-то она делает и производит материальные или нематериальные блага из тех ресурсов, которые есть у него под рукой. Следовательно, факторы производства, о которых мы сегодня с вами поговорим, это все ресурсы, которые позволяют осуществлять производство. Ну, например, тот же маленький заводик, который производит консервы. У него должны быть ресурсы, правильно, для того, чтобы производить. Что это может быть? Ну, если так подумать, то первое, что приходит на ум, это, естественно, должна быть рыба. То есть этот заводик должен стоять где-то там на берегу какого-то моря, либо озера, да, где ловится рыба. Ну, это чтобы обладать ресурсами, да. Это первое, что бросается в глаза. Но чтобы работало производство, нужны же еще и люди, да. То есть если человек идет уже как фактор какой-то производства, это же нужны какие-то знания, как эти консервы делаются, какие там технологии производства, сколько это рыбы надо держать в, там, не знаю, в духовом шкафу, какие специи. Это тоже фактор производства. Ну, если вот так вот копать глубоко, да, и выбирать основные такие факторы производства, которые необходимы всем, то вот таких вот основных факторов производства выделили три. Это фактор производства земля, это фактор производства труд или трудовые ресурсы, и это капитал. Капитал. Итак, что же такое земля как фактор производства? Это условное название всех природных ресурсов, которых использует человек в процессе производства. Ну, в том числе земля, например, как участок, да, на котором располагается производственное помещение. Либо же здесь земля выступает в качестве какой-то пахотной площади, каких-то сельхозугодий, где можно вот распахать участок, да, и засадить его там пшеницей или чем-то. Значит, основной фактор производства – земля. Второй фактор основной, да, производства – это труд или трудовые ресурсы. Это трудовая деятельность человека с применением знаний, умений, навыков этих людей, да, вот посредством которых осуществляется сам процесс производства. Различные виды деятельности подразумевают преимущественное использование либо физического, либо интеллектуального труда. То есть, либо вы там разгружаете вагоны, то есть, физически трудитесь, да, либо вы работаете головой где-то, сидя на производстве, что-то там новое разрабатывая, конструируя и тому подобное. И третий у нас основной фактор производства – это капитал, то есть, инвестиционные ресурсы. Инвестиционные ресурсы. В свою очередь, этот капитал состоит, ну, как бы, из двух частей, да, из физического, то есть, реального капитала и финансового капитала. Физический, либо реальный капитал – это средства производства. Что у нас сюда входит в физический капитал? Это оборудование, оно же стоит денюжек, правильно? Инструменты какие-то, само здание, сооружение, какие-то транспортные средства и тому подобное. То есть, это реальный капитал. И финансовый капитал – это как раз вот уже денюжка, то есть, наличные и безналичные деньги, либо какие-то ценные бумаги. Вот, например, многие немножко недопонимают, когда где-нибудь по телевизору спрашивают очень такого богатенького дядьки, какого-нибудь олигарха, говорят, вот какой ваш, значит, физический реальный капитал. И он говорит, там, один миллион. И большинство неграмотных людей в экономике думают, что у него вот прям миллион рублей лежит там на столе в комнате денег, такая гора, куча денег. Нет, мы же с вами знаем, что в понятие физический капитал входит и стоимость зданий, оборудования, каких-то инструментов. Так вот, это значит, что, например, вот этот дяденька, этот олигарх, имеет пять производств, и в этот миллион, о котором он говорит, будет входить и стоимость всего оборудования, которое у него имеется на производстве, стоимость зданий, или арендует он их, либо он там приобрел эти здания в свою собственность и так далее. То есть физический реальный капитал включает вот эти вот все-все-все элементы. Итак, еще раз, основные факторы производства – это у нас земля, это труд и это капитал. Капитал, в свою очередь, бывает физический, то есть реальный капитал, и финансовый капитал – это наличные и безналичные ценные бумаги. Давайте сделаем вывод. Производство – это сумма производственных факторов в различном пропорциональном сочетании, то есть чего-то больше, чего-то меньше и так далее, такие качели. Теперь мы, значит, поговорим с вами о том, что такое факторные доходы. Факторные доходы. Мы поговорили, что такое факторы производства и какие факторы приносят какие доходы. Вот, значит, каждый из перечисленных выше факторов производства может приносить факторный доход. Ну, то есть по какому-то факту, по земле, по труду, по капиталу. Приносить этот доход он может как сам по себе, как говорят, сольно-сольный вариант, так и в совокупности с другими факторами. Например, вот имеющиеся в собственности землю, можно что с ней сделать? Как получить с нее доход? Что можно? Ну, можно сдать этот участок в аренду и получить с этого доход, либо называется рента, да? А можно выращивать на ней какую-то сельхозпродукцию продавать. Но в первом случае вы просто сдали в аренду, да, и забыли, получаете свою ренду. Вот. Ну, а во втором случае, когда вы замахнулись на производство сельхозпродукции, то здесь предполагается уже использовать и другие факторы производства. Там средства производства, да, если вам нужен там комбайн какой-то закупить, трактор, и трудовые ресурсы еще какие-то. Итак, факторы производства – это ресурсы, участвующие в процессе производства. Ну, давайте поговорим, например, о... Какие доходы можно получать, да, с каждого фактора производства? Ну, вот, например, земля, да, вот у вас есть земля. Вы можете там заняться выращиванием сельскохозяйственных каких-то культур, можете на этой земле построить какой-то заводик небольшой, это у вас может быть земля, засаженная там красивым лесом, какими-то озерами, то есть водные ресурсы какие-то. Вы можете там устраивать какие-то походы туристические, можете какую-то оздоровительную базу построить. Ну, и также земля, некоторые участки обладают полезными ископаемыми, разрабатывая которые, вы будете получать прибыль, да. Далее капитал – это средства производства, это здания, да, мы говорили, это оборудование, это машины какие-то и финансовые сбережения. Труд – это трудовые ресурсы, то есть это все трудоспособное население, которое может быть задействовано в результате производства, да. Ну, и предпринимательство. Предпринимательство – это такой особый фактор производства, это способность эффективно использовать другие факторы производства. То есть это как бы голова и мозг того человека, да, который будет рисковать своими деньгами, чтобы наладить какое-то производство и получить как можно более как бы выгодное, да, и рациональное, рацио, разум переводится, более разумное использование той же земли, да, того же капитала, какого-то труда человеческого. То есть можно, конечно, имея участок земли где-нибудь посреди тундры, вдруг затеять производство зонтиков, да. Да, у вас есть там укачок земли в тундре, вы вот решили там делать зонтики, небольшое производство, потому что небольшой капитал, нашли трудовые ресурсы, да, трудоспособное население. И вот вы делаете по 10 зонтиков в месяц. Ну вот, вот, пожалуйста, предпринимательство в данном случае совершенно непродумано, кто у вас будет эти зонты по 10 штук покупать посреди тундры, неизвестно, и то есть вы в конце концов прогорите. Так вот, предпринимательство, да, как мы уже говорили, это способность эффективно использовать все факторы производства, да, что там в тундре лучше всего будет наладить. Ну, не знаю, там, сбор какой-то брусники, мороженки, да, редкая ягода, ну вот, пожалуйста, займитесь заготовкой, естественно, вы потом наладите куда-то продажу, и, в общем, все у вас сдвинется в правильном направлении. Вот мы с вами немножко поговорили о том, что капитал – это у нас средство производства, да, здание, оборудование, машины. Ну, у нас еще и есть денежка, какие-то финансовые сбережения. Получили вы прибыль за месяц, да, с своего предприятия. Что с ними можно делать? Все финансовые сбережения, капитал, можно инвестировать в различные коммерческие проекты, то есть вложить в свои денежки какое-то дополнительное производство. Можно в самого себя, да, в свое уже предприятие вложить денежку. Можно увидеть, там, не знаю, какой-нибудь проект, там, не знаю, ребята занялись разработкой какого-то приложения для телефона. Вы так это головой подумали, почесали, что, блин, да какое же потрясающее у них будет приложение для телефона. Оно реально будет приносить деньги. Вы подходите к этим ребятам и говорите, давайте вот я вложу вас в вас сейчас, пока вот вы развиваетесь, вам нужны деньги. Я вложу в вас 100 рублей, получите прибыль, вы мне отдадите 150 рублей, да. То есть такой способ, как бы и сам заработаешь, и поможешь ребятам раскрутиться. Можно, конечно же, положить денежку на депозитный счет в банк, то есть под проценты. Лежат они там в банке, лежат, вы их не снимаете, и вам банк за это, банк использует их в каких-то вашей денежке, использует в каких-то своих операциях, приумножает их, а вы получаете с этого процент, с того, что вы просто не трогаете свои денежки. Еще можно продавать свой труд. Тоже у большинства молодежи есть такое заблуждение, что они рассматривают заработную плату, ах, вот ты меня купил, да, вот какая-то фирма наняла вас на работу, и как бы она меня купила. Так вот эта фирма купила не лично вас, а какие-то ваши знания, да, то, что вы умеете, какие-то ваши навыки. Вот что покупает та фирма, куда вы устроились на работу. Она не покупает вас как человека. Она покупает те знания, например, в которые вас вложил университет, либо там школа, ну, либо какое-то там образовательное учреждение. Так вот, продавая свои знания, умения, навыки какому-то предприятию, либо какой-то фирмы, вы можете получать заработную плату за это. Теперь давайте поговорим с вами о дополнительных факторах производства. Дополнительные факторы производства. Ну, как там ни крути, наше общество, наша экономика, как наука, она развивается, да, и время, ну, общество идет вперед, появляются какие-то новые ниши в экономике, и экономисты не могут их не учитывать. Так вот, к дополнительным факторам производства наши экономисты относят это предпринимательские способности, это информация просто как ресурс, да, это инновации, это менеджмент, и это время. Еще раз, дополнительные факторы производства, учитываемые в наши дни экономистами, это предпринимательские способности, ну, более точная характеристика, это предпринимательский потенциал, то есть возможность людей, предпринимателей, использовать имеющиеся основные и дополнительный фактор производства для получения прибыли. Это информация, информация, это ресурс, который позволяет развиваться всем направлениям хозяйственной деятельности человека, в ускоренном темпе, то есть чем быстрее ты получаешь информацию какую-то, тем быстрее развивается твое производство. Технология, это информация, конечно, информация, это какие-то новые методы, способы переработки, да, вот у вас есть исходный материал, и вы знаете новую технологию, то есть вы обладаете информацией, как более быстро переработать материал и сделать продукцию. То есть вот такая специфическая форма информации, да, это инновации, так, предпринимательские способности, информация, инновации. Инновации, это технические и другие новшества, которые внедряются в производственный процесс, чтобы увеличить эффективность производства, да. Менеджмент, это совокупность методов и способов организации производственного процесса. Ну, это управление, это как и управление персоналом, и это может быть логистика какая-то. Ну, грубо говоря, вот вам нужно поехать и привезти к себе на производство КАМАЗ муки. Вот КАМАЗ поехал через окраины города, через там какие-то мосты, переправы, он затрачивает на весь этот процесс, ну, на всю эту поездку 2 часа, пока он там, я не знаю, ездит, производство либо стоит, ну, либо как-то работает в своем привычном темпе. Менеджмент приходит и говорит, так зачем нам ехать через окраины городов, мы можем тут срезать, тут через переулок, тут так, тут так, и все это у нас займет 15 минут. Вот способ организации производственного процесса, да. То есть наладили производственный процесс, сделали его более рациональным, тем самым увеличили выход производимой продукции. Ну, и заключительно это время, время. Данный фактор особенно важен в формировании прибыли от производственной деятельности. То есть чем больше времени затрачивается на изготовление конечной продукции, тем меньше получаемая прибыль. Ну, тут все просто. Пока вы производите 10 банок консервов в месяц, да, ваш конкурент их производит 50 тысяч. Естественно, он быстрее их, эти консервы доставляет в магазин, он быстрее их продает, он быстрее получает прибыль. Все быстрее, все быстрее. То есть время – фактор, влияющий напрямую на прибыль. И вот вывод какой. Чем более полно в процессе производства используются все производственные факторы, тем более эффективным является это производство. Давайте еще раз их перечислим. Основные факторы производства – это у нас земля, труд, капитал, который бывает физический, то есть реальный капитал, и финансовый капитал. И дополнительные факторы производства – это предпринимательские способности, это информация, это инновации, это менеджмент, и это время. В условиях рыночной экономики вот эти вот основные и дополнительные факторы производства могут принадлежать человеку какому-то вот конкретно одному, Пите Иванову, да. Могут принадлежать фирме или организации, у которой, может быть, пять директоров, пять владельцев, да, пять человек, друзей собрались, скинулись денежками, открыли какую-то фирму, и вот они становятся обладателями основных и дополнительных факторов производства. Также эти факторы могут принадлежать государству. Итак, в условиях нашей рыночной экономики основные и дополнительные факторы производства могут принадлежать человеку, компании или государству. Еще у нас факторы производства могут продаваться и покупаться, спрос на них всегда есть, поэтому рынок факторов производства развивается и является выгодным для того, чтобы вкладывать в этот рынок денежки, то есть для инвестиций. Сейчас мы чуть-чуть-чуть-чуть глубже копнем, то есть мы рассмотрим формулы, как высчитываются эти факторы производства. Первое определение факторов производства как экономического термина было дано в XIX веке немецким экономистам Карлом Марксом. Он вывел некую формулу, которая используется практически до сегодняшнего дня. Факторы производства равны личные факторы производства плюс вещественные факторы производства, где личные факторы производства – это труд, а вещественные факторы производства – это средства производства плюс природные ресурсы. В итоге мы получаем такую формулу. Фактор производства равно труд плюс средства производства плюс природные ресурсы. Вот такая у нас формула. Факторы производства равно труд плюс средства производства плюс природные ресурсы. Таким образом, мы вывели в формулу основных факторов производства, которыми манипулирует и современная экономическая наука. На этом наш с вами билет «Факторы производства» закончен. Поблагодарить автора, то есть меня, вы можете, подписавшись на мой канал на YouTube, поставить лайк или сделать репост этого видеоурока у себя на страничке в социальных сетях. Для этого надо нажать на значок «Поделиться под видео». До встречи на следующей лекции, в которой мы поговорим с вами о воздействии научно-технической революции на экономику. Продолжение следует... Продолжение следует...